Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают С мужем развелись через 17 лет нашей жизни По другой причине Но молюсь за него, потому что благодаря ему Имею прекрасных любящих детей Правда позже сделала два аборта О чем очень сожалею Ведь они были такими же любимыми Такое письмо отец Валерии Я знаю, что это и ваша личная история Вы тоже рождены вопреки Расскажите Первый раз у нас на программе Ну, конечно, такая история, она во многом сокровенная То есть особо так я не рассказывал Да и вообще нигде не рассказывал Тем более, что, слава богу, родители живы А тогда, получается, в советское время Семья вся была неверующая И жили по простым каким-то советским образцам Ну и думали, что тоже вот один ребенок в семье уже есть И потом, когда у мамы, значит, новая беременность То чего-то вот подумали, что не вовремя Что зачем мы там не потянем Зарплаты маленькие, тяжело Ну и, в общем, пошла она делать аборт Уже собралась, взяла и пошла Идет в это учреждение Подходит А там на двери такое, как объявление Что врач на две недели уехал в отпуск И поэтому на две недели, так сказать, оперативные вмешательства Они невозможны какие-то Ну, можно подождать две недели Вот она вернулась И как бы жизнью немножко так вот закрутилась И потом еще что-то задержали Еще что-то, какие-то дела И потихоньку как-то срок отодвигался И тут вдруг она чувствует, что уже вот в животе Вот что-то такое родное, близкое Для нее такое теплое, сердечное И уже не захотела вот идти И вот так вот я появился на свет То есть, получается, где-то наша жизнь Она на волоске висит И очень легко пресечь эту связь, вот прервать Особенно до рождения Да, а чуть вот где-то достаточно просто Вот ты притормози сейчас Просто вот приостановись Потому что вот не спеши И ты потом будешь сам рад, что не сделал какой-то необдуманный поступок И вот всю жизнь у нас очень такие прекрасные взаимоотношения с родителями Поэтому потом все вот к Богу обратились И все прекрасно понимают, что ребеночек это Божий дар И вот закончилось тем, что вы у нас сидите в эфире Наш родной отец Валерий Духанин, которого мы знаем, любим Да, и даже до этого момента Хочется всех врачей в отпуск отправить И пускай все наши дар Можно тогда дополнить вот эту историю Она мне сразу, да, мысль переключилась на то То, что вот существует на сегодняшний день 7 дней тишины Да, по нашему законодательству Если до 11-недельной беременности Женщина приходит к врачу То обязаны дать ей 7 дней на раздумье Акушер-гинеколог, психолог Работают с этой женщиной И пытаются ее переубедить И благодаря считается, что вот Этому постановлению, закону Порядка 75 тысяч детей Рождаются ежегодно Потому что где-то на 7-8% Снизилось количество абортов Только благодаря этой неделе Но ежели там более 11 недель То 48 часов дается женщине Но тоже двое суток все-таки можно Принять решение Просто Вика рвется в бой Я вижу Нет, нет, я совершенно в таком восторге Что у нас батюшка остался живой Тогда, что он родился Хотя тогда этого законодательства не было Да, это просто Интуитивная вещь О чем думаешь все время То, что вот всегда есть у Господа План о каждом человеке Вот он уже зачат ребеночек И он уже в животике у мамы И уже есть какой-то план Боже, что кем он вырастет Какую пользу будет другим людям приносить Дмитрий, а вот вы мне рассказали Эту историю Когда кто-то к вам пришел На театральные курсы И он должен был быть нерожден Рассказывайте Ну, мы вообще Вот у нас уже второй поток так называемый И мы всегда при первой же встрече Вот мы собираем курс И девочкам говорим Значит, главная ваша задача Не получить профессию актрисы А удачно выйти замуж И, пожалуйста, если вдруг кто забеременеет Вот просто приказ Рожать Усыновим Удочерим Это вот прям такая установка А у нас действительно есть такой спектакль Он называется Триггер Который составлен из таких монологов Наших студентов Которые абсолютно личные Собственные О своей жизни О том, что болит Там о том, что когда ты сильно болела И вот одна девочка У нас очень талантливая Она рассказывает свою историю О том В частности Одной из ее сюжетов О том, как у нее нашли То есть, когда она была в отрубе матери Признали, что там Она была ДЦП у нее Вроде бы как И маме посоветовали делать аборт Прямо А мама сказала Нет, буду рожать И вот такая Прекрасная Я считаю, что Хорошее приобретение Для российского искусства Вот, слава богу Спасибо маме И папе Что они настояли Родили ее Прямо замечательно Я очень рад Что она на нашем курсе Еще такая Абсолютно мюзикловая девочка Прямо Ух С голосом С нервом Отличная Я ей вспомнила историю Можно я расскажу У меня мама Была в отчаянии Когда разводилась с отцом И не знала Целых пять месяцев Что она беременна Вот у женщин так бывает И она была худенькая Такая изможденная Они с вами постоянно ругались Вот И мы жили в тот момент В Литве В городе Лукмерге И я помню Я помню Я училась тогда Во втором классе Я помню Как были вот эти разговоры Среди подружек Как мама решалась Значит Делать аборт или не делать И пошла наконец к врачу Приходит к доктору Пятый месяц Доктор на нее смотрит Пожилая литовка Говорит Вы понимаете Что у вас уже Очень взрослый ребенок Говорит Я не могу рожать Я очень плохо живу с мужем Я с ним развожусь Вы не представляете Какими-то скандалы Это невозможно Ну так-то я вот хоть Ну у меня девочка Уже в втором классе А тут вот Ну куда мне рожать Она говорит У вас девочка будет Значит Все вот это Значит Рассказала И тут прозвучал Ключевой вопрос Вдруг это пожилая литовка Говорит Вы литовка Моей маме А у мамы Значит Бабушка ее Чистокровная литовка Моника Адамна Ширюль И мама говорит Да, да Я литовка Она говорит Идите отсюда Идите рожайте Нас слишком мало Я отказалась Не делайте Знаете Когда родилась Моника в Укверге В общем Я помню Я перехожу из школы Мама такая расстроена Пришла от врача Потом родилась Моника И назвали в честь Нашей бабушки Моники Адамовны Потому что именно Благодаря национальности Она появилась на свет Это потрясающая история Вообще все Вот истории Которые сейчас прозвучали Они невероятные Но вот история С которой мы начали Наш эфир Это письмо Когда мужчина Сжег эти справки Это мужчина проявил Ну такой мужской поступок Настоящий А очень часто Бывает наоборот Как раз Именно мужчина Поталкивает к аборту Как воспитать правильно Мужчину Чтобы он был Мужественный И был ответственным Это ко мне вопрос Ну да К мужчине Конечно Женщины пытаются Найти эти ответы Но к вам уже Как к депутату Чтобы решить Эту проблему Уже глобально Да Как к депутату Конечно Я сейчас все решу Ой господи Я не знаю Здесь на самом деле Ведь удивительно Женщины И живут дольше И рожают В отличие от мужчин И Мое наблюдение Женщина может стать Даже космонавтом Но космонавт Женщина Не может стать Ну хоть он Потому что женщина Это конечно удивительное существо И я иногда говорю Спасибо господи Что я не женщина Я бы не смог А что касается мужчин И воспитания настоящих мужчин Наши дети Вот современные дети Они живут В ощущении Что они главные Такие Вот это вот самое Мне кажется Если мальчик Да и девочка Наверное Если Отсечь вот это понимание И ощущение Что ты главный в семье И дать понимание Что ты живешь Не потому что ты А ты обязан Свою жизнь Родителям Там Своей семье Своей стране Чтобы он Не ощущал себя Пупом Земли А ощущал себя Обязанным И Испытающим потребность Отдавать Вот Моему Сейчас 14 Сложный Такой возраст Он в Суворовском училище Учитесь Ну это не в Суворовском Это Кадинское училище И я отдал его туда Именно поэтому Потому что Я вдруг В какой-то момент жизни Там с моей закрученной Увидел Что вокруг него мама Няня Две бабушки Жена И собака Тоже Все женщины И к сожалению Он нормально У него хорошая наследственность Но просто сам организм Когда вокруг тебя Крутится Такое количество женщин Которые Хочешь не хочешь Но они Его облизываются Всякими способами Я понял что это беда Рождается борчук такой Я сказал Стоп Девушки на кухню А ты сюда Потому что там Засцеплина Там такие же парни как он Там где-то трудно Там нужно привыкаться Там нужно бороться Где-то кусаться Где-то помогать И это Именно Путь воспитания мужчины Он должен научаться За кого-то За что-то отвечать Еще несколько лет назад Боялись говорить На эту тему Боялись говорить В открытую про аборты Первый шаг Чтобы решить проблему Надо ее заявить Сейчас конечно Очень много Разной поддержки В том числе Как никогда Оказывается Огромная поддержка На государственном уровне Молодым семьям И женщинам с детьми И в рамках Как раз Национального проекта Это и мат-капитал Это и мат-капитал И семейная ипотека И переобучение мам В декрете И социальное казначейство Подробнее о мат-капитале На что потратить Сколько выплачивает И как получить Разбиралась моя коллега Анжелика Кареткина Смотри Она почти угадала А нет Мне кажется Вот сюда Вот сюда Потом ножки Меня зовут Яна Я мама двух дочек Лерочки Ей год и месяц И Ксюше Ей пять с половиной лет Почти шесть Яна в прошлом Соцработник В декрете Освоила еще одну профессию Сейчас она Успешный блогер Когда мне начали Рассчитывать Мои декретные Мне бухгалтер сказал Ну Яночка Вот тебе положено 58 тысяч И все Я понимала Что нет Что-то не то Надо перепроверить Надо пересчитать И когда я стала Сама изучать законы Я стала Анализировать всю информацию Я пересчитала И поняла Что нет Не 58 тысяч А мне было положено Больше 200 тысяч рублей И я стала дальше Разбирать эту тему Изучать Рыть информацию Разобравшись Во всех льготах И пособиях на детей Яна охотно делится Теперь своим опытом Получения всех выплат Которые положены По закону Женщинам с детьми И в том числе Одно из главных Материнского капитала Яна уверена Это большая помощь От национального проекта Демография Особенно для семей Которые проживают В регионах Ведь благодаря Этой выплате Можно, например, улучшить Свои жилищные условия Мера значительная Для большинства регионов Это действительно Существенная сумма Которая действительно Может помочь В приобретении жилья Конечно, в некоторых регионах Стоимость жилья Сейчас крайне высокая Но для большинства регионов Сумма действительно Приятная Значительная И не только это Материнский капитал Нельзя обналичить Но можно направить На образование ребенка На формирование пенсии Мамы На ежемесячную выплату Если родился второй малыш Кроме того Можно тратить Материнский капитал На социальную адаптацию И интеграцию Детей-инвалидов В общество И в случае Если родился второй ребенок И доходы семьи Являются низкими То тогда Вот тоже не так давно Разрешили тратить Материнский капитал Даже вот на Такие ежемесячные Выплаты семье Вот на ее Финансовую поддержку Сегодня материнский капитал Это главная мера Национального проекта Демография По поддержке Семей с детьми Действовать она Начала в 2007 году С тех пор Маткапитал Получили семьи При рождении Второго и последующего Ребенка А уже с 2020 года Он выдается При рождении Первенца Раньше Чтобы получить сертификат На материнский капитал Нужно было подавать Заявление Сейчас этого делать не нужно Сертификат Оформляется автоматически При регистрации Рождения малыша В ЗАГСе Еще одно Нововведение Прошлого года Это индексация Какое-то время назад Вообще не индексировался Материнский капитал Потом он Индексировался По прогнозной Инфляции То есть По прогнозируемому Уровню инфляции А вот С 2022 года Президент Принял такое решение Что материнский капитал Будет индексироваться Точно по уровню Фактической инфляции Уже не прогнозируемой Фактически А теперь самое интересное Сумма выплаты 524,5 тысячи рублей Если в семье появился Первый ребенок С 2020 года Не важно Рожденный Или усыновленный И 693 тысячи рублей На второго Или последующего ребенка Если семья Ранее не получала Материнский капитал По опросам Тоже мы видим Что реально Семьи очень ценят Эту меру поддержки Она действительно Является для них Очень большим подспорьем При воспитании детей С 2007 года Уже 12 миллионов Семей российских Получили Вот такую важную Для них меру поддержки Как материнский капитал И только Вот за Прошедший год Более 960 тысяч Сертификатов Уже выдано Вот точно Сказать нельзя Почему? Потому что Многие находятся В процессе оформления Страхи есть И зачастую Они связаны С экономической Нестабильностью Семьи Но многие из них Надуманы Ведь ребенку Не нужно полцарства Ему нужны Любовь и забота Сейчас столько Возможностей Для заработка В декрете В принципе Чем большинство Мамочек и занимаются Только разных Возможностей Что Девчонки Не бойтесь Ничего Действуйте Все обязательно Получится Да Вот мы посмотрели Но возникают Вопросы Насколько я понимаю Материнский капитал Он видоизменяется Из года в год По моим наблюдениям Во-первых Законотворчество В этой сфере Вообще Повернулось В сторону Материнства Именно благодаря Усилиям президента В первую очередь И огромному за это Спасибо Что касается Материнского капитала Я знаю Что он будет увеличиваться Индексироваться Но я считаю Что И тех мер Которые сейчас Принимаются В сторону Помощи мастеринства И помощи Вот людей Одиноким Их все равно Недостаточно И может быть У вас есть сейчас Какой-то вопрос Вы можете позвонить К нам И мы обязательно С вами пообщаемся Друзья У нас небольшая пауза Не переключайте Итак Это снова Прямая линия жизни Мы продолжаем Помогать вам Стать счастливой мамой Мы не только 9 месяцев с вами Намного больше Поэтому пожалуйста Звоните Пишите Ничего не бойтесь Мы никогда не осуждаем Мы обязательно помогаем Не только по понедельникам Помогаем Все время В любое время Дня и ночи Главное Чтобы вы обратились К нам Ничего не бояться Это первый Девиз нашей программы Я знаю Что Вика Макарская Меня очень хочет Сказать Прям уже Я абсолютно согласна С Дмитрием Что совершенству Нет предела И что вот эта вот Связь власть и мама Одинокая Или мама Которая осталась С несколькими детишками Порой это детишки Инвалиды Рождается ребенок инвалид И папа исчезает Из семьи Это как раз Вот так Категория женщин С которыми я постоянно Общаюсь Общаюсь по всей стране И я хочу Сказать свое наблюдение С моментом Пандемии И вот с этих выплат Которые как раз Начал Начал назначать Президент Вы понимаете Они звонят Говорят Викусь У меня как-то все наладилось Слушай Это 8 детей Это сколько денег получалось В жизни столько не видела То есть Действительно Вот эти выплаты Социальные Которые Именно с момента Пандемии Начались Казалось бы Что это такое Для людей Которые живут в Москве Допустим Это копейки А для жителей регионов Это целое состояние Эти мамы Стали получать Такие деньги Которых реально Они никогда В таком объеме Не видели И прямо Салью говорит Виктор Даже неудобно Что нам сейчас помогают Я ей то купила Это купила У меня уже все есть А если еще что-то улучшится То я думаю Что уже Я уверена Что женщины будут Передумывать Делать аборты Если хоть Немножечко Пять 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 Шесть Семь Восемь Детей Вот Я так Смотрю Я как ущербный Такой Посреди них С тремя Детями Но я скажу Что на самом деле Хотя там надо Конечно справки Собирать Там все это Но помощь Она всегда была Всегда была Даже вот И не только сейчас А и раньше Тоже И разные там Субсидии Разные пособия Шли И это очень сильно Выручало Кстати Вот И в оплате Там коммунальных Всех вот эти Погасить Платежи Потом всякие там Тоже пособия И при рождении Ребенка И потом еще И вот этот материнский капитал Поэтому я бы не сказал Что семьи Они вообще Оставлены То есть Всегда как-то Вот Есть То есть Главное надо понимать Что Ну Государство Оно сколько может Оно дает А Вот промысел Божий Такой Что он все время Какое-то тебе Ну что-то Так вот Поворачивает Что Откуда ты есть Приток Средств Даже если Вроде ты там Не такой Не на такой Высокооплачиваемой Работе Трудишься Поэтому не надо Унывать И это уж Тем более Это не повод Губить своих детей А можно очень важную вещь Скажу Вы знаете Что сейчас Практически В каждой епархии В каждом городе При каждой епархии Есть центр помощи Мамам В трудных ситуациях Дома для мамы В каждом Дома для мамы А на Таганке В Москве Появился сейчас дом Куда принимают мам Даже без прописки Без всяких объяснений Знаете Иногда Приходит мама И говорит Мам Конечно все выдадим Но принять не можем У вас этого И документов нет И так далее Как-то в мультике А сейчас Вот на Таганке В Москве Даже по два года Живут Женщины Ты с ребенком Тебе некуда деться У тебя не спрашивают документы И это удивительно Давайте письмо послушаем Потому что Ну есть разные письма Особенно печально Читать письма Тех Которые сделали аборт Очень сильно раскаиваются В этом Как они всю жизнь Вспоминают Меня Господь наказал За аборты Тем что погиб Один из моих четырех детей Пишет наша телезрительница Только потеряв его Я поняла всю Бездну моих грехов Боже милостив Будем не грешны Получается Я даже хуже фашистов Они не своих детей убивали А я своих А когда мои дети Стали подрастать Красивые, умные, добрые Стало совсем невыносимо Ведь и те Которых я убила Были бы такими же Мне как и Оле Полегче стало После исполнения Пятимье Но это видимо Другое письмо Которое я зачитала В другой программе А десять месяцев назад Господь послал мне Приемного сына Слава Богу за все Знаете Вот не могу не вспомнить Сейчас звонок от Раисы Которая сделала 30 абортов Позвонила как-то И через слезы Рассказала И потом В ночи Как-то я перезванивала Она очень сильно плакала Она не могла решиться Сходить на исповедь Ей было страшно Ей было стыдно И еще раз хочу напомнить Что вот сейчас Совсем не стыдно Позвонить к нам Поэтому обязательно Ну хотя бы напишите Хотя бы На нашем сайте Оформите письмо И мы обязательно С вами свяжемся Отец Валерий Ну вот Страшно Когда ты сделал аборт Потом у тебя умирает ребенок И ты Начинаешь Откручивать И понимаешь Что Господь дает Такое количество детей Которое нужно тебе И ты не знаешь Судьбу тех рожденных Ты можешь Лишишься их А тот Кого ты убил Ты его сам убил Он просто не родился Господь получается Как-то это все Знает нашу меру И дает столько детей Сколько нужно Конечно Да Ну вот по поводу письма Тут конечно Несколько таких Вот важных вещей Но первое Что я уловил Понимаете Вот люди Они в отчаянии Но надо все равно Идти к Богу Вот вы вспомните Марию Египетскую Да Которая Ну простите Вот блудила Не ради денег А потому что Вот ей именно Нравился разврат И тут мы понимаем Что люди которые Вот особенно В те времена Там когда Не особо там Какие-то Ну вот Контрацепции Там и всякое Вот То есть они Какие разврат Там и Аборты Понимаете Но все-таки Покаяние Насколько делает Святым Человека Да Вот именно За раскаяние За то что Человек вот Уже Всецело Ко Господу Обратился Поэтому нужно Просто Вот лишние мысли Выбрасывать И все равно Идти Ведь тебе же Господь все-таки Сохраняет жизнь Да И Он несомненно Господь Проявит свою Заботу О загубленных Да Но ты вот Иди к Богу Потому что Ну да Мы вот Непутевые чады Но все равно Только к Богу А боль Эта она Пройдет Через всю жизнь Вот я тоже Вспоминая Одна женщина Вот она Рассказывала Как Ну она К Богу Еще тогда Не обратилась И Там по молодости Ну с одним Там с другим Вступала Во всякие Вот связи И потом Вот значит Такая Беременность А еще Перед этим Как сон И вот она Видит Как будто с ней Это Дочка Ее А у нее вообще Детей не было Понимаете Девочка Лет пяти И вот Она как бы Идут И девочка Вот эта дочка Как капризничает И она ее Как-то Отталкивает От себя И после этого Просыпается Таким тяжелым Каким-то чувством А тут вот Она действительно Узнает Что у нее Значит Беременность И что Поскольку Без Бога Живет Да То Решила Пойти на аборт И вот Аборт С общим наркозом Проводился И тут вдруг Она видит Что Ее действительно Вот Ребенок Дочка Как вот Куда-то улетает К небу И говорит Мамочка Прощай И она Пробуждаясь Как раз После наркоза Вдруг кричит Сквозь слезы Доченька Не улетай А Врач Который Проводил Эту Всю Манипуляцию Он говорит А как ты узнала Что у тебя Была дочь И Вот это вот Конечно Тяжелое чувство И она кстати Бесплодной стала Из-за этого Бесплодной То есть Как-то Господь ей открывал Что дочка И вот это Что Доченька Не улетай Да Ну ты же Вот сама Пошла на это И Потом она Конечно Раскаивалась Ей Постречался Эту Любимый Человек Семью Создали Она что Говорила еще То что Вот если бы я знала Что с ним Повстречаюсь То ради него Я себя Сохранила бы Да Я бы ни с кем Там не блудила Не распутничала Вот если бы знала Что его Повстречаю А так Господь конечно же Тебе подаст Любимого человека Ты главное Себя вот Не растрачивая На эти плотские То что мы Мы занимаемся Абортами Абортами За абортами Часто Стоит Разврат Дмитрий У вас Очень крепкая Семья И вы Очень долго В браке И смотришь На вас И вы конечно Пример Для многих Вот как вам Это удается Ну во первых Я не согласен Есть ряд пар Ну ряд пар Действительно Это очень мало Ну отчасти Я понимаю Что наша профессия Такая странная Она Аккумулирует Эгоцентризм Артист Выходящий на сцену Он обязан Привлекать внимание Обязан быть Обаятельным И Он должен быть Ну как бы Как говорят Такой фотогеничность Или киногеничность То есть он должен Быть центром Внимания Зрительного зала И к сожалению Эта Привычка Притягивать внимание Она переходит в быт И Это становится Частью Внутренней психологии И вот я За что я Артистов не люблю Потому что они Артисты И они Вот везде Они артисты И вот мы Самые главные Их У меня творческие муки У меня через две недели Спектакли Мне подать Принеси Не шурши Это вот Ужасно все На самом деле Может быть отчасти Хотя я не знаю У шахтеров Может не меньше Разводов Мы просто больше Наведу Но рецептов Никаких нету Господи боже мой Любовь от работы А вера как же? Вера Вера конечно Вера Не ну как Так Иоанн Златоуст сказал Не знаю По-моему это он Твое только то Что ты отдал И чем больше Ты отдаешь другим Тем ты становишься Богаче Когда ты к этому Приходишь То твои собственные Неудобства По отношению К близкому человеку Они куда-то Отодвигаются Назад И ты понимаешь Что тебе Господь дал Быть Целым Мудреным То есть цельным С твоей Половиной И вот это Надо ценить Но это самое главное Я понимаю Сколько бы я ни был Прав Все равно Права жена Аминь Я первый скажу Прости меня пожалуйста Я при этом знаю Что я 28 тысяч Раз прав Не имеет значения Моя правота А имеет значение То что мы вместе И то что нам Господь дал Встретиться И это нужно нести Вот покуда Есть силы Дышать Это мне кажется Самое главное Вообще Я сейчас батюшку слушал И понимаю Что кто-то нас смотрит Ведь если есть понимание Что Господь не по силам Испытания не дает Ну не дает Он не по силам Если он дает крест Он дает силу Нести этот крест И это касается И в том числе Рождения детей Правильно Не надо бояться Человеку бояться Нечего Вообще нечего Человеку бояться Ну просто нечего Это вот Когда ты К этому приходишь Что У тебя один начальный Господь Бог Вот перед ним Держь ответ Все А остальных нету Как Господь вели Так поступайте Поэтому надо слушать сердце Сердце человеческое Никогда не скажет Стань убийцей У меня вот спектакль Лавр Который я с удовольствием играл В Амхат Сейчас будет где-то В другом месте Там приходит как раз Вот такой эпизод Есть Девица Которая значит Забеременела Говорит Помолись обо мне Там и Если я скажу Знахарки В селении То все узнают А ты помолись И все будет Он спрашивает Конкретно Ты просишь меня Молиться об убийстве Конкретный вопрос То есть Если ты понимаешь Что это убийство Ты же не совершишь Убийство Это очень страшно И надо помнить Об этом всегда И не скрывать Убийство Своего ребенка Какими-то другими словами Это важно Помнить и самой И передать это Своей подруге Коллеге И соседки Друзья Давайте Мы с вами Тоже не будем Молодушничать А у нас Небольшая пауза Есть о чем подумать Это снова Прямая линия жизни Если вы беременны И попали в трудную Жизненную ситуацию Если вы не знаете Как поступить Если от вас все Отвернулись Близкие И не очень близкие Если просто страшно Вы боитесь Что можете не справиться Звоните нам Мы обязательно поможем Прямо сейчас Есть у нас телефонный звонок Спасибо, что позвонили Как вас зовут? Меня зовут Ольга Очень приятно Мы слушаем вас У меня такой вопрос Что я ждала Как бы Любимого Хранила себя До брака Была в протестантской Петле И вот я вымолила Человека А пастера сказали Что как бы Не пастера А доставники Мы должны были Слушать Они сказали Что нет Воли Божьей И вот началась Депрессия Отчаяния Вот И Ну у меня В планах Всегда 5 детей Мечта У меня было Много детей И Как бы Получается Планы не состоялись Я их Человека до сих пор люблю И получается Как вот У Бога Почему ты хочешь Он говорит Пишет в Библии Что я исполни Желание твоего сердца Дам тебе Мужа По сердцу твоему Но мне 35 лет Он не дает Например Мужа И когда мне Реализовывать этот план Рожать детей И тем более У меня был факт Прерывания беременности Контрасепции И получается Что Ну допустим Если Господь Даже просил меня Вот за этот грех А смогу ли я Иметь еще детей И реализируется ли Вот этот план Ну Испею ли я Воспитать этих детей Если вот Ну Господь Не дает вторую половинку А когда дал И вот на самом деле Сказали что Нет воли Божь Я не могу разобраться Я уже запуталась В этой ситуации Спасибо Спасибо за звонок Если коротко То вопрос в том Что женщина выпила Противозачаточную таблетку После полового контакта И она не знает Была беременность По факту или нет Она просто это выпила И она не знает Забеременеть ли она снова То есть после вот таких вот Таблеток Таблеток первого дня Уже оплодотворение происходит Но не может Прицепиться Эта яйцеклетка Да К матке И И избавляется организм Но дальше-то Может она забеременеть Или нет Наталья вопрос Ну знаете Вопрос такой Гипотетический Может быть да Может быть и нет Конечно первая беременность Желательно чтобы она Закончилась родами Это все знают Не только медики Но здесь еще такой момент Вот касаемый Медикаментозных абортов Да Фармабортов Ну поскольку Появились такие Комфортные условия Для избавления От беременности То многие женщины Относятся к этому Достаточно легко Если раньше это были такие Ну где-то даже Садистские Зверские методы Да Удаление Эмбриона Кюретками И так далее Потом появились боли Такие щадящие Вакуум Аспирации Вот сейчас Медикаментозный аборт То есть женщина Выпивает таблетку И она ничего не чувствует Она не чувствует Каких-то угрызений Особенных Обычная таблетка И решается Вся ее проблема Опять-таки Да Вот дилемма Ножницы С одной стороны Комфорт С другой стороны То же самое Убийство Просто Таким Ну Изощренно Дьявольским Можно сказать Способом Поэтому Говорить о том Получится У этой девушки Забеременеть или нет Ну прежде всего Наверное Нужно встретить Вторую половину И попытаться И посмотреть С Божьей помощью Если Господь даст Все у нее получится А нет Для этого существуют Врачи, медики Акушеры, гинекологи Мы опять Возвращаемся К нашей теме Надо научиться Ждать Надо научиться Ждать того Тяжело очень Терпение С кем ты будешь Рожать детей И женский организм Это же не банка В которой Ты все инфекции От всех партнеров Складываешь Ты себя бережешь И ждешь Того единственного И наверное Даже это как-то Благородно Остаться Чистой Можно я сейчас Скажу одну вещь Обязательно Вот я должна Это сказать Чтобы услышали Максимальное количество Женщин Не обязательно девушек Это Знаете Бывает Человек В жизни Что-то понял Осознал В 35 В 39 лет Вот как у меня Сейчас был случай Виктория Девушку зовут Она сам говорит Я 7 лет назад Осознала Что я больше не буду Блудить Я покаялась Потому что Самый страшный грех Это не раскаянный И после раскаянного Греха Господь нас прощает И он говорит Вот я 7 лет Я себя берегу 39 лет Девушке Я сказала Все Я буду себя беречь И не буду спать До брака Вика И вот у меня Сейчас такая ситуация Молодой человек Ко мне Значит Все льнет Льнет Приглашает в командировку Я говорю Удиви его Скажи что до брака Ты спать не будешь Как? А он меня бросит Говорю Слава Богу Бросит И хорошо Звонит После этой командировки Я ему сказала До командировки Что только в отдельных номерах Мы погуляли Значит по Санкт-Петербургу Значит И он мне сказал Говорит После этого Как вот мы жили В отдельных номерах Он сделал мне предложение Сразу Он говорит Я всю жизнь искал женщину Которую не прыгнет в койку Я всю жизнь И сделал ей предложение Представляете Она мне в слезах Просто звонит Пишет Говорит Как это Мне же 39 лет Но я сказала Что вот я только в чистоте Что я уже там покаялась Это не девушка Понимаете А я сейчас девчонкам советую Говорит Девушки Удивите его На самом деле Я же Антону сказала Мы на глазах у Дмитрия познакомились В мюзикле метро И я Антону сказала Антон Вот здесь Вот мне все вот эти вот Вот эти вот Гулялки Я для себя решила Я буду спать только со своим мужем Извини Но твоей очередной женщиной Там Я сказала Грубее Говорю Я не буду Он мне сразу сделал предложение В этот же день Сразу Он удивился Страшно Ему никто никогда не отказывал И вот я девушкам сейчас Девушкам всех взрастов Кто меня сейчас слушает Отказывайте Отказывайте Говорите Я хочу Идите Покайтесь В чистоте Создавайте новые семьи Сколько бы лет вам не было Вот Дмитрий Вот вы улыбаетесь Как мужчины Как мужчины на это реагируют Правильно реагируют Я сейчас вспомнил Слушая как раз Вику Замечательную Притчу О том Как муж с женой Прожили 50 лет И каждый Значит День их встречи Они отмечали Она пекла ему Какую-то ковришку И давала ему Какую-то Одну Там Мягкую часть А себе Оставляла корочку И на 50-летний юбилей Она подумала Да что ж такое Все время я ем эту корочку Давай поменяю Один раз местами Я уже заслужил в конце концов Она поменяла местами Куски И муж посмотрел Она говорит Любимая Я так люблю эту корочку Но я никогда не мог Попросить тебя ее Потому что я знал Что она тебе нравится больше Спасибо что ты услышала Мое просье Ну вот Я хотела зачитать письмо Я никогда не прощу себя Господь мне давал такие дары Три аборта Кто бы знал Как я это поняла Но поздно Я поняла Что я наделала Как я могла Своих деток Лишить увидеть Свою маму Меня Играть Жить Я молюсь Господи Прости меня Что не родила Не дала ни имени Ни крещения Упакуй покалеченные души Моих неродившихся чад Моими грехами Ненесенными Окуни их В море щедрот Твоих Господи Я плачу Это моя боль На всю жизнь Мне не хватает Этого материнства Этих детей Я их чувствую Господи Как я их предала Не дай Бог Никому Теперь так Жить с этой болью Не делайте аборты Дорогие девочки Женщины Дети Это такое счастье Ну вот я специально достала Показать этого младенчика Потому что вот Что стоит за блудом Мы думаем Что это просто Такая Вариант замещения семьи И просто какая-то усталость И любовь И все такое И крылья за спиной А потом Приходится расплачиваться Вот это ребенок 12 недель На этом сроке До 12 недель Можно сделать аборт То есть фактически Вот такой Или вот такой Младенец Наташа Покажи Вот это Это семь недель Уже все Живой человек Посмотри В четыре недели Бьется сердце Уже человек Ручки, ножки Это всего семь недель Это тогда Когда женщина Вообще узнает Что она беременная И говорит Это не ребенок вовсе Вот просто показать Вот этот вот Да Что там уже пальчики Есть на руках И глазки И уже сердце бьется Как же это не ребенок Давайте об этом помнить Это прямая линия жизни Расскажите о нас Расскажите всем своим подругам Смотрите нашу программу Все вместе И с семьей И с соседками И с коллегами по работе Мы поможем вам Сохранить вашу беременность Это снова прямая линия жизни И я вам предлагаю Сейчас посмотреть Еще один материал Который мы подготовили Совместно с национальным Проектом демографии Семейная ипотека Она в том числе Распространяется На семьи С детьми-инвалидами И здесь уже Как раз не действует Вот это правило Что ребенок Там должен родиться То есть Если он по факту Есть То можно обратиться И даже действие Программы Для таких семей Оно продлено До 27 года То есть Эта мера Доступна всем Есть Прекрасная возможность Это такая программа Называется Молодая семья Она действует На территории Тоже всей страны Она действует Совместно с Субъектами И там можно Благодаря этой мере Получить порядка 30% Стоимости Этого жилья То есть Молодым семьям Субъекты Доплачивают Такую сумму И это Существенное подспорье У нас был кейс Восьмидетная семья Они Они в регионе По-моему Калужская область Присмотрели дом И мы помогли им С помощью комбинации Всех мер поддержки Этот дом Купиться бесплатно То есть Они на два месяца Взяли ипотечный кредит Как раз по семейной ипотеке Почему на два месяца Потому что В течение двух месяцев Как раз шла Поддержка По программе Молодая семья Как губернаторская Выплата И плюс 450 тысяч рублей Как многодетная семья Она тоже дается Уже после получения Ипотечного кредита На его погашение Поэтому Вот это вот 650 тысяч рублей Которые они взяли В ипотеку Мы закрыли В течение двух месяцев И они полностью Это жилье получили бесплатно Возвращаясь К региональному опыту 300 программ Каждая из них Действует По собственной механике Каждый субъект Сам определяет И категории граждан На которые эти программы Нацелены Направлены Кого они поддерживают И что касается Программы поддержки Многодетных семей То здесь уже Более 260 тысяч семей Получили такую поддержку И мы продолжаем обсуждение У нас есть еще одно письмо На УЗИ врач сказал Что ребенок родится С многочисленными патологиями Что он не жилец Или кандидат Для спецучреждения Я очень долго Не могла забеременеть А теперь услышать Такое просто Как приговор Я в отчаянии Убивать долгожданного ребенка Не хочу Ну и боюсь Что если не справлюсь С такими испытаниями Наталья Мы не знаем этого диагноза Она не произносит Но вот я впервые Вообще такую формулировку Слышу Кандидат Для спецучреждения То есть это врачи Так говорят Зачем они это делают Мы знаем много случаев Когда тоже Врачи предполагали Что возможно Генетическая аномалия Но опять-таки Дают какой-то процент Возможной Аномалии Если там нет Грубой какой-то патологии Да Там анцефалии Отсутствие Головного мозга Если нет грубой патологии То очень часто Это предположительные вещи Да Вот генетическую тройку Сдают женщины В течение беременности Поэтому У меня во всех случаях Врачи ошиблись Я считаю Мне девочки писали Что Вика Что делать Во всех случаях Потом родились Во всех Если Ребенка из четырех Родились Говорили патологию Говорили Что вот Ты потом его сдашь Сразу там В учреждение Специучреждение Во всех этих случаях Это у меня ближайшая подруга Закошмарили так Что она вообще По врачам перестала ходить Вы знаете Есть несколько вариантов Один вариант Это оставлять как есть Да Если женщина приняла решение рожать И уже Не ходить по врачам Наверное Да Ну Ходить Когда положено В эти сроки Либо второй вариант Возможен консилиум Да Пойти в другое учреждение И все-таки послушать мнение Еще одного-двух врачей А я сама могу Инициировать консилиум? Можно Могу сказать Что субъектом Абсолютно точно Да Вы можете это сделать Кому идти вообще Вот с этой просьбой К главврачу Ну например К главврачу Или заведующему отделения Где проходило исследование Это надо написать письменно Или достаточно устно Сказать Достаточно подойти к врачу К главному Или подойти к заведующему Они покажут этот формуляр Женщина заполнит И это возможно будет сделать И принять решение Кому идти вы спрашиваете С этим Прежде всего к Богу идти Господь же подает тебе чадо Вот у меня тоже знакомые Там у них Вот они У них много детей в итоге А значит В очередную беременность приходят И там Врач говорит Все там у вас патология И такая патология Что вот Я вам направление Вот пройдите в такой кабинет Вам сделают аборт То есть чтобы не затягивать Прямо сразу Ну муж говорит Нет Вот давай подожди Пойдем лучше в храм А подходит к храм И там как раз крестный ход идет И они вот подсоединились И помолились Как бы успокоились Сразу не стали вот никуда Просто вот время Потом Как-то у них внутри Сердце говорит Что не надо делать аборт А потом Прошло какое-то время Оказалось Что ошиблись врачи И все нормально И появился ребенок на свет И таких вот у меня Среди знакомых Ну вот Несколько случаев Давайте я зачитаю Еще одно письмо Дело по молодости аборты Не один Не задумывалась Как-то раньше А теперь Когда Господь забрал Взрослого Любимого нами сына 29 лет Я поняла Что совершила большой грех Я сама убивала В себе дитя Не позволяла Ему родиться Я горько сожалею Время не вернуть Нет мне прощения Вот такое письмо Вот ключевое слово Когда женщина писала Нет мне прощения Есть прощения Нет такого греха Который бы человек Не исповедал Не раскаялся искренне Говорится в слезах Вот в абсолютной сердечной Женщины все равно Не могут себе простить Но Бог простит Женщина может Сама себя не простить никогда Но Господь простит У нас последние минуты Буквально остаются Но не хочется На этой ноте заканчивать Хочется утешить Дмитрий Утешить вот эту женщину Которая и сделала аборт Ты потеряла сына Которому 29 Я не знаю Это может быть Такое испытание Которое Ну Господь не по силам Испытание не дает Мы же об этом все время Говорим Очевидно Это какой-то Ей вот Она пришла в какой-то тупик И сейчас у нее Это новый поворот В ее жизни Жизнь ее души Прежде всего И нужно увидеть Этот свет Он есть наверняка Господь не оставляет людей В полной темноте Обязательно Он ведет к свету Все ситуации В которые мы попадаем В жизни Это вот Нас Господь ставит И они наиболее полезны Для нашей души И это бывает Очень больно Я ее Эту женщину Очень хорошо понимаю Я стоял Над могилой Своего сына Но это был Поворот в моей жизни И поворот Очень крутой И я понимаю Что я стал Другим человеком После этого Для чего-то Мне Господь Вот поставил И я благодарен В частности Моему старшему сыну Что через такое Страшное испытание Но я повернул В другую сторону И я очень рад Что я не тот Который был Там 12 лет назад Не 12 9 лет назад Так что не надо Отчаиваться Это просто Какой-то зигзаг Поворот Поворот жизни И дальше будет Свет обязательно Спасибо Если будет Немножко Мои слова Утешат Эту женщину Смерти нет Есть рождение Души В новую жизнь Нет смерти Мы должны Просто это понимать Что Когда мы думаем Что мы же все умрем Все кто здесь сидит И причем Мы не знаем когда Может завтра Может через 50 лет Никто не знает Но к смерти Да Может сегодня Но к смерти Нужно всегда Относиться Как к рождению Исключительно Как к рождению В новую жизнь Ни в коем случае Не убиваться Не скорбеть По этому поводу Молиться за сына Знать Что Господь Всегда забирает Человека В самое лучшее Для его время Самое лучшее Для него время Господь забирает Человека И знать Что Знаете Когда ребенок Должен родиться Это же Неизбежность Ни одна женщина Навсегда не остается беременна Ребенок обязательно Рождается Вот точно так же Ни одна из душ Наших не останется Навечно в теле Такого не бывает Ни родители наши Ни дети Но вот когда Произойдет этот момент Все мы знаем Это может быть В любой момент В любой момент Поэтому я вот хочу Утешить эту женщину Истинным знанием Что смерти нет Всегда есть надежда Всегда есть надежда Никогда не бывает Полной тьмы Всегда есть свет Надо только его найти Особенно если вы Сейчас беременны Знаете надежда есть Обязательно напишите нам Или позвоните Мы ждем ваши звонки Целую неделю И мы встретимся с вами Через неделю В понедельник Субтитры сделал DimaTorzok